В содухе праведной скончавшихся, душа раб Твои, спаси, упокой, сохраняя их в обложении жизни, я живу Тебе, человека любче. Покоюще Твое, Господи, и держи все святые Твои, упокоиваются. Упокой и душа раб Твоих, я бы единись, и человека любец. Слава Твои, Сыну и Святому Духу Ты, си Бог, сошедевать и у заковальных разрешивы. Самый душа раб Твоих, упокой. Православные христиане отметили праздник Радоницы. Еще с древних времен, именно в этот день, второй вторник после Пасхи, верующие чтили память своих усопших родных и близких, таким образом передавая им светлую пасхальную радость. Стоит отметить, что Радоница не является специальным днем поминовения усопших в церковном календаре, что не помешало стать ей всенародно почитаемым праздником. Радоница – это производная от слова «радость». И с древних времен этот день отмечается благочестивыми людьми, как особенный день для поминания усопших. Хотя в церковном календаре не отмечается этот как особый поминальный день. Просто это для церкви первый день с момента Пасхи Господней, когда впервые в церкви начинают поминать усопших. И поэтому людьми вот этот день воспринялся очень тепло, и люди считают этот день особым для того, чтобы посещать кладбище. Поскольку число гузбассовцев, желающих в этот день побывать на могилке у родственников, по традиции довольно велико, власти сделали вторник выходным днем на тех предприятиях, где это позволяет производство. Также было увеличено число маршрутного транспорта, следующего до Кемеровских кладбищ. Кроме того, на всех кладбищах совершались панихиды по усопшим. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, несущим во гробе живо даровав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Поминовение усопших – это невидимая связь нас с теми, кого уже рядом с нами нет, с теми усопшими людьми, которые далеко от нас. И если мы молимся за этих усопших сродников, с одной стороны, это дает нам оставаться людьми, не быть Иванами, не помнящими своего родства, а быть людьми, помнящими своих близких, переживающими за их судьбу. Если мы верующие люди, то неизбежно вот это наше переживание, оно выльется в молитву, в пожелании того, чтобы этим людям было там хорошо, в том мире, где они находятся сейчас, куда нам когда-то предстоит попасть. В этом году праздник Радоницы порадовал и погодой. Кемеровчанам не пришлось бороться со стихией, и они могли спокойно помянуть усопших. Однако священнослужители напоминают – не стоит ограничивать себя и ждать какого-то особенного дня. Посещайте могилы своих родных и близких и молитесь о них тогда, когда у вас есть такая возможность. Клавдия Александра, Таисия Плинария, Графина Сергея Леонида, Павла Сергея Владимира Анатолия, Алексея Михайловича.